иди ты в жопу какая у меня дрожь сейчас идет всем привет дорогие друзья с вами снова и рэй и да это продолжение прохождения супра дл только вот как вы видите здесь у меня появилась небольшая кучка а появилась она потому что я в итоге зашел это сохранение начал снимать видео и потом только понял что у меня оказывается нету звука вот такой вот я так сказать незабывчивый человек опять же забыл просто звук включить у микрофона даже не посмотрел не проверил но в общем кроме магазина я больше никуда не ездил я даже двигатель еще не собирал я как раз таки сейчас это и буду делать и да кстати хотел бы у себя еще отнять одну жизнь потому что в том прохождении так сказать в том видео я просрался потому что я не успел так сказать добежать до лета и супер дл меня так сказать наказала за это за то что я обтекался поэтому сейчас мы будем собирать движок супер дл вроде как далеко как только будут приближаться помехи я буду выглядывать смотреть где там она я уже более-менее нашел тактику как с не исправляться как собрать двигатель короче как только приближается музыка нужно будет сразу убежать в туалет то есть сохраняться или заходить и все супер дл оказывается уже в другом месте и у нас получается есть время чтобы дальше собирать двигатель только вот это все будет очень растянута потому что но двигатели вообще в принципе собирается долго мы вся машина собирается долго а я тут еще и буду каждый раз перезаходить из-за того что супер дл ко мне приходит и вот еще есть вопрос денег потому что я не знаю, где я буду брать деньги. Вот единственный способ пассивный это брага. Если брать не пассивные способы, то вот это уже будет сложно. Хотя я даже не знаю, может мне хватит и тех денег, которые у меня сейчас на балансе, потому что я же хочу собрать чисто машину. Пока что я не собираюсь игру проходить на 100%. Хотя бы вот даже с узки. Но хер его знает. Я не знаю. Если вы хотите продолжение прохождения с этим сохранением, то без проблем. Так, что там у нас? Не, пистончики нормальные. Пистончики. Поршни нормальные, поэтому их можно и оставить. Повезло мне с машиной, судя по всему. Если такие хорошие поршни, то может быть она и будет нормально ездить. Единственное, что я забыла взять из магазина, это новый масляный фильтр, поэтому придется ездить какое-то время на старом. Но я не знаю, что я, если честно, буду делать, когда я соберу машину. Наверное, все же закончу это прохождение, если никто не захочет продолжения. А если кто-то захочет продолжения, ну, большое количество людей, там, хотя бы человек 10, то без проблем. Я могу его спокойно продолжить и какую-нибудь выполнить цель другую, типа пройти вот на 100% игру. То есть получается взять суски, то есть получается получить суски, ну и пройти игру. так, надо теперь поставить ремень ГРМ и ставим теперь вот эту вот штукинцию. Так, получается раз, стоп. По-моему, супра ДЛЛ. Недалеко. Ладно, давайте сейчас тогда прикрутим вот эту херню. Так, где-то супра ДЛЛ. Вот, вот сейчас прям уже близко. О, блин, вон она. Так, надо быстренько бежать. Они просто, блин, я дверь закрыл. Закраняйся. Ух. По музыке она уже была буквально вот, судя по всему, возле этих кустов. А к часу проделал находится далеко. Достаточно. Давайте покурим. Не зря я же, все-таки, сигаретки покупал. Надо покурить, убрать стресс. Хотя бы немножечко. Но я в этой серии хочу хотя бы собрать двигатель и хоть что-нибудь поделать. Так, на супра ДЛЛ уже достаточно близко. А я буквально вообще ничего не сделал. Только вот доделал вот эту сторону, получается. Теперь надо делать вот эту. Потому что время у меня ограниченное. Ну да, судя по звукам, супра ДЛЛ уже находится очень-очень близко. Не знаю, насколько, но близко. Если что, я не знаю, куда мне бежать. Но уж точно не в какую-то машину. Хотя в идеале завести какой-нибудь, какой-нибудь тот же трактор. Если случится какая-нибудь фигня, и я просто не смогу добежать до туалета, то я смогу хотя бы на тракторе уехать. Давайте сейчас вот эту вот часть соберем и сохранимся. Потому что я не хочу сильно рисковать своими жизнями. Я сейчас на самом деле на очень сильном стрёме. Потому что я... Так, я сейчас просто слушаю. Насколько близко супра. Я очень боюсь просрать это сохранение. Я даже не знаю, может добавить какие-нибудь дополнительные жизни за какое-нибудь действие. Но я не думаю, что это будет нравиться вам. Да и мне тоже. Я люблю хардкор. Люблю, чтобы было всё ограничено, если оно ограничено. и не менялось никак. Нет, ну супра дейлала ещё не видно, но по идее она должна выйти откуда-то оттуда. Или оттуда. А нет, вон она идёт. Ладно, я понял. Не буду испытывать судьбу. Лучше сохраниться. Так, всё. Я перезагрузился. Сейчас уже достаточно темно. Надо попить. И всё. Теперь нужно собирать дальше двигатель. Буду собирать сейчас, наверное, верхнюю часть. Поэтому берём у нас цилиндр. Головку. Блок цилиндров. Получается... Надо всё это закручивать. И я думаю, вот как только соберу двигатель, что-нибудь ещё вот чуть-чуть буквально поделаю. Там, допустим, разложу покупки или ещё что-нибудь. И тогда уже можно будет, получается, и закончить даже. Так, ну, собственно, двигатель я уже почти собрал. По-моему, Супра ДЛЛ. Уже тоже где-то недалеко. Так, стоп. Куда я тут ставлю вообще генератор? Получается, надо сейчас поставить генератор. Так, надо сейчас быстренько посмотреть. А, стоп. Я же ещё карбюратор не поставил. Точняк. Надо карбюратор вставить. Надо сейчас сохраниться, потому что Супра ДЛЛ сейчас, по-моему, очень даже недалеко. Возле домика дяди. Не буду испытывать судьбу. Опять же, лучше просто сохраниться. Так, всё. Я снова здесь. Супра ДЛЛ где-то там. Надо сейчас быстренько... А, стоп. Мне нужны свечи. Надо сейчас быстренько всё делать. На самом деле, обстановка жуткая. Сейчас будет уже ночь. Скоро. И ещё с плюсу про ДЛЛ где-то там на фоне. Знаете, мне кажется, даже это каким-то знакомым. Не то чтобы знакомым, а вот какое-то такое ощущение есть странное. То есть вот я как будто бы играю в совсем другую игру. Не у Мальса Макаров. Вот у вас что-то другое. Не знаю, почему такое странное ощущение, но оно есть. Так, ладно. Осталось поставить свечи и... А, стоп. Ещё воздушный фильтр. Забыл. Так, ставим фильтр. И закручиваем. И всё. Останется поставить только свечи и натянуть ремешок. Вот реально, есть такое странное ощущение, как будто бы вот... Вот не то чтобы что-то родное, что-то вот близкое, но вот что-то похожее, но при этом какое-то, знаете, напряжение есть при этом. Не знаю, почему такое ощущение создаётся. Может быть, потому что вот я вспоминаю какие-то... У меня в памяти сейчас флешбеки начинаются, как я только начинал играть. И вот ещё плюс вот эта паника от Супра ДЛЛ. Потому что на самом деле реально очень жуткий мод. И поэтому вот когда ты попадаешься к нему в лапы, и либо уже ходишь возле него, у тебя начинает, так сказать, сердце биться намного быстрее. И я вот, допустим, боюсь, потому что я могу просрать свою жизнь. Чисто мод я не боюсь, то есть попасться ему не боюсь, но вот просрать свою жизнь я очень даже боюсь. Поэтому вот, соответственно, я Супра ДЛЛ сейчас очень сильно остерегаюсь, и мне страшно, когда её вижу. Ну, поэтому я решил сейчас от неё побегать. Так, давайте для этого мопед возьмём. Хотя я помню, как мне один раз мопед тоже помог в этом. А, стоп, а куда я буду сбегать, если что? А, как-нибудь... Как-нибудь что-нибудь придумаем. Ну, что хочется побегать, хочется какого-нибудь экшончика в серии. Так, заводимся. Заведись ты, ёпт твою мать. Уп! Так, заводись, заводись! Твою-то мать! Он не заводится! Может я... Ой, мать, ну он не заводится! О, завёлся! Твою мать, какая у меня дружь сейчас подведёт! Я обосрался, пипец! Ёпт твою мать! Всё, а мне... Мне конец! Он просто буквально пару миллиметров был от меня. Вот сейчас вы повтор увидите. Офигеть, как я обосрался. Вроде бы, вот, не такое уж и страшное. Я так обосрался сейчас. Так. Мне надо ехать домой. Ой, я ж подавился. Мне надо ехать домой. Тут можно как-то проехать, интересно? Да, тут можно проехать, слава богу. Всё, сейчас надо ехать домой. Ну давай, мопед, пожалуйста, не подводи. Ладно, ну и как же я обосрался, господи. Это будет прохлеще любого хоррора, потому что, ну, боишься за свою жизнь. Он к тебе просто подходит, ты пытаешься уехать, он тебя догоняет. Вот сейчас уже облегчение. Вон, он вышел опять. Я надеюсь, я успею сохраниться. Но я в любом случае быстрее. Его. Поэтому сейчас надо просто на полной скорости ехать. Вот так вот повернуть, поп, и бежать. Нет, он далековато. Я успею. Фух. Блин, как же я обосрался, вы просто... Я просто не могу передать словами. Это реально вот сейчас очень жутко было, потому что я, ну, буквально в паре метрах от него был. Ну, хоть в меню я безопасности, потому что, ну, тут просто ничего нету, кроме машины. Ладно. На этом я бы уже хотел и закончить. Если вы хотите третью часть, то у меня будет опросик на ютубе. И, так сказать, поставьте тогда лайки. 50 лайков, уже повышаются, так сказать, ставочки. 50 лайков, и я точно сниму прохождение, ну, третью часть, даже если она не выиграет в опросе. Ну, всем спасибо за просмотр, всем удачи, и до новых встреч. И, кстати, хотел бы я еще вас попросить, пожалуйста, подписаться на канал. Я давно такого не говорил, но я уже хочу побыстрее добить себе тысячи подписчиков. Поэтому спуститесь, пожалуйста, в описании, если вы еще остались, и нажмите кнопочку подписаться. Я буду очень признателен. Все, всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!